Расскажем сегодня про три направления разных проектов. У нас этих проектов и направлений огромное количество. И второе, соответственно, расскажем вам конкретно, как попасть к нам на работу, почему имеет смысл попробовать прийти к нам на программу стажировки. В городе Москве порядка 8 тысяч различных объектов культурного наследия. Из них всего 4 тысячи – это здания и сооружения. Все остальное составляет различные виды. Это объекты садово-паркового искусства, это, как мы говорили, про парки, ландшафты. Это объекты археологии, это исторический и воинский некрополь. Это отдельные сооружения, стоящие монументы и как раз архитектурно-художественные надгробия. Все это составляет единую картину, различное многообразие памятников, которые охраняем мы как органы охраны. С помощью цифровых технологий мы делаем практически все, потому что все мы знаем, что айтишная часть и цифра в нашей повседневной жизни. Многие из вас сейчас в гаджеты уткнулись, в основном там, скорее всего, недитовские поделки, но тем не менее, в какую бы отрасль мы ни копнули, образование, здравоохранение, транспорт, городское хозяйство, культурное наследие, везде есть цифровые технологии. Потому что даже если мы говорим про управление городом, любая отрасль в базе своей сейчас использует те или иные информационные системы, те или иные цифровые сервисы. Стажировался я в трех этапах. Это очень большой плюс, что за время стажировки вы можете поменять три места. Задачи будут вообще разноплановые. Первый раз я попал, получается, на первый этап в ГБУ «Мостстрой развития». Это департамент строительства, а сам я айтишник. И такой думаю, а зачем мне вообще туда? Название мне явно не понравилось. Думал, что это не то. В общем, оно меня расстроило. Потом, когда я уже пришел на само место, мне сказали, что буду разрабатывать, получается, целую систему реестра закупок для департамента градостроительной политики. Ну и можно сказать, я вот уже начал применять свои знания, которые получил в Московском политехе на практике. Полностью разрабатывал дизайн, макеты, документацию и сам проект, который в дальнейшем, насколько мне известно, коллеги потом сказали, то, что его ввели в эксплуатацию для сотрудников.